А мы, друзья, продолжаем с вами смотреть дозочку, а именно противостояние Unique, одной из, видимо, самых слабых команд в рамках этого турнира против коллектива, который явно стремится к сетке венеров, а именно NIP. Смотрится NIP очень-очень серьезно. И да, у них бывают матчи, в которых ничего не понятно, и что они делают. Тоже неясно, как, например, вчера против коллектива Хан в одной из карт. Но в большинстве абсолютных случаев эта команда выглядит очень даже уверенно, и драфты очень хороши в исполнении Миши. Они растут. Когда они начинали, они играли очень слабо, они всем проигрывали, они еще попали в первый Dizion, там было видно, что вообще без шансов на фоне Secret, UJ, EG и всех остальных. Но они прогрессируют, это уже хорошо, потому что вот именно сейчас мы смотрим за униками, их игра, по-моему, наоборот говорит о том, что они регрессируют. Ну, ты смотришь за их действиями, понимаешь, что уники два месяца назад, они были намного смотрибельнее и интереснее, чем сейчас. Ну, видишь, сейчас они много внимания, видимо, уделяют именно игре своего молодого перспективного игрока, как у которого не было экспириенсов про доте, возможно, это проблема. Надо дать время, чтобы сыграться. Да, сыграться, чтобы молодой привык к просцене. Потом опыт ланов нужно 2-3 года. Ну, опыт ланов это будет уже тогда, когда уже они все задизбанятся примерно, скорее всего. Ну, они же довольно долго играют плюс-минус одним и тем же составом. Юники, они джентльмены или юники, или как еще там кто-нибудь подпишет их. Форзы они были, да. Да, как Форзы. Они достаточно плотненько именно с точки зрения своего тимплея могут поиграть, но пока история такая, что я вот вспоминаю какую-то паримач-лигу, где они в самом начале вылетели, куда их звали, везде они высокие топы не занимали. То есть не сказать, что они когда-то были крепче, чем сейчас. Подожди, в топ-4. Топ-4 паримача. Ну да, 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 не считая того, с минор, на котором они хорошо выступили, но когда начались... Топ-4. Топ-4. Ну, из-за каких-то там из-за шести? Паримача. Восьми. Из восьми. А, ну тогда все, тогда совершенно другое дело. Плей-офф. Топ-4 СНГ, мать-то о чем. Да, на фоне кого? Flight to Moon, Virtus.pro. Нет, Flight to Moon это были грамм-финалисты, а кто вот куменик из таких... В смысле, Asher, Flight to Moon, Na'Vi там были. В смысле... Asher и Simpsom, которые играли очень хорошо в тот момент и боролись со всеми. Потом Flight to Moon, это те ребята, которые показывают хорошие результаты, если брать в целом, ну, к турнире, хотя в последнее время они рунят. И Virtus'а, топ-1 СНГ. В смысле, рунят. Чемпионы Омега Лига, Дивайн, Дивижн. Flight to Moon, рунят. 3-0 в гранд-финале закрыли. Они могут лучше. Конечно. Это не их уровень, если сравнить их уровень, они могут намного лучше играть, чем они играли там. Ну, среди СНГ они хорошо разваливают, но когда дело касается тоже каких-то нормальных европейских команд, там уже не так... Потеря просто Алоха Денса. Понимаешь? Когда Алоха ушел, там, да, стало посложнее. Ну, вот у нас Сикер опять. Несчастный. Уни кидали заднюю. Вчера мы видели в исполнении от БЗЗ Бластикера, там буквально на днем углу он закончил игру против антимага. Если не будет инициатора, то можно вешаться уже. Вот этот парень на тройке, он, конечно, очень круто бафает, он собирает там King Guardian Grave, все такое крутое, он там бегает на кого-то кидает в свои лавки, но если не будет хорошего инициатора, то эта команда обречена. Потому что драку им начать будет нереально. Раптурочку подкинул. Раптурочку, и половина людей просто паут делает. Ну, так спамят у нас этого Сикера еще ни разу за конкретно последние два дня он хорошо не сыграл. У него бывали не очень удачные моменты, он всегда быстро выфармливал Дискорд, а потом останавливался. Не те команды просто им играют, кроме этого. Да, возможно, это дело. У тебя, ты прям требуешь, как только чувак выфармливал себе в Элдискорд, чтобы он пошел и убивал всех. И дальше продолжение не следует. Вот Энча на пятерочку, любимый. Наш любимый Апатма Сереге не хватает. Мне прям очень хочется его сейчас мнение услышать по поводу этого героя. Каждый раз очень много позитивных вибраций от него происходит. Раньше это был Ян, я успокоился. Зачем говорить одно и то же, правильно? Правильно, пускай другой человек говорит то же самое. Пусть другой человек отрабатывает. Давай я его заменю. Короче, Апатма юзает. Пацаны, хватит это пикать, я вас умоляю. Нет, ты слабовато все это делаешь. Позвоните мне. Единственный плюс Мираны, это то, что она может гипотетически убить крипа Энчину, если Энча адекватно. Если она умеет этими крипами микрить, то, естественно, там будет очень сложно разобраться с крипами. Она просто будет бить импетусами, сама выходить вперед, крипщик будет стоять за ней, и Миране придется кидать стрелу что-то не впритык. Ну, а это происходит далеко не всегда. Тут и закомбинить уже эту Мирану с чем-то будет сложно. У нас была вчера интересная Мирана против Бейтов, одна из Миран, которая постоянно чейнила этот стан с чем-то другим, там, то под Деймбера, то под какие-то Коги. В общем, было с чем комбинить его, а здесь уже ТБ с его иллюзией. Здесь Энча с крипами она так не сможет. И линия прохладная, и Сикер Мирана. То есть, может быть, там, если Сикер хорошенько разгонится, он сможет навалять ТБ, но я не представляю, каким образом он наваляет ТБ, который приходит, и у него с нулевой десяточка. Ну, он же не будет его с руки бить, там важная Бладрайт. А что он будет делать? Как он будет делать? Бладрайтей? Сносит ему половину ХП этому матчу. Он убегает. Ты уверен? Ну, в половине случаев люди просто убегают. А что если? А что если он догадается разложить Бладрайт по центру, так, чтобы герой не убеждал? Как было вчера против Эйса. Который даблкил сделал. Он даблкил сделал и вышел из Бладрайта вот так пешком без ботинка. И ты такой, ну ладно, хорошо, это Эйс, он слишком гениален. А ТБ-то быстрый, поэтому... ТБ быстрее, да. Немного. Но с ХП, согласись, у него проблемы серьезные. У него броня. Смотри, Мирана, Сикер — это два героя, которые бьют физой. То есть он имеет десятку брони. Если бы там пришла какая-нибудь Лина, которая дает станчик, и потом еще один герой с хорошим магическим раскастом, я бы сказал, да, круто, сейчас они побьют ТБ, но здесь они его будут очень долго бить. У нас сейчас, походу, будет какой-то месседж. Да, вот он. Так. Ну, кто-то может прочитать? Мне не хватает особо. Лучше бы Лос со Смайлом еще бы рассказывали, как они в пещерную доту гоняли на вторые пенсиумы. Да. Или про борщи. Нет, это к нему, это к нему. Это, да, это к нему. Да. Это его тема. Борщи, чаи, там и все остальное. Вторые пенсиумы как там вообще? Вторые пенсиумы? На горе не такатали, это купим. И все. Все. Есть месседж. И как оно было, как ощущалось? Я играл в доту с фпс, где-то, бывали времена, там, десятка фпс. Мэйденка скастовал, там, пять фпс. Тинкер скастовал марша, там, пять фпс. Вот так играл в доту. Чисто слайд-шоу. Чисто, да. Так и рождались. Из-за этого приходилось играть только в клубах, потому что из дома было играть нереально. Ну, вообще кампания была до довольно долгого времени. До времен появления первых казаков, по-моему, мне кажется. Так получается, у тебя ран появился комп. Казаки-тараны вышли, да. Ну, значит, возможно, они вышли раньше. Ну, короче, у меня примерно после первого поколения PlayStation. Вот, типа, у меня была первая плойка довольно долгое время. А потом появился ПК. Я понял тебя. Муники могут вернуться. Я вот смотрю на драфт справа. Просто хорошие тир-1 герои. Просто вот Рубик, Энчандра, СТБ. Просто вот весь тир-1 уже здесь. А сверху кошка на кошке. А сверху кошка и стикер, который дает руб-туры, говорит, давай, мать. А мать не дает. Мать кинет стрелу, герой просто делает шаг в сторону, минус стрела. Понимаешь? Где контроль? Где комба с Мираной? Ну, а тут уже трудно придумать ее будет. Человек на подрубейся, короче. Смотрю рубика, вижу, у меня Патма. Так, пацаны, пикаем бейна. Ладно, Гримыч. И это тоже не комба. Нет, это провал. Чему? Какую неплохо. Подожди. Подожди, Патма прыгает, на нее вешается, и Инксвелл, она прыгает до Треблейда, станет. Патма в упор дает стрелу, это дэмэдж, маншард. Сверху упал. Это твои влажные мечты. То есть, по факту, Гримстрок стоит сзади, Мирана стоит сзади, Мирана хочет дать стрелу, Гримстрок хочет дать ультимейт. Понятно, что хотят реализовать комбинацию ультимейт-Гримстрок-Ультимейт-Сикера, но даже, представим на секунду, что они дадут два ультимейта, ТБ просто будет стоять на месте и убивать всю команду. Он просто жмет метаморфозу, и математически все, что слева, вылетает в помойку. Ну, Гримм, просто сам по себе пятерка хорошая на линии, может, хорошо постоит. Он хорошо комбинется с кем-то. ЦК. Он хорош против миличников, когда нужно кого-то связать. ТБ вообще плевать, он просто стоит с ренджа под метаморфозой, он в виду имел этого Гримстрока. Вообще интересно, могли бы Кэрри сейчас пикнуть, потом дальше баны пойдут, очень прохладные для них. Но, возможно, прямо сейчас появится что-то для них конкретное из первой позиции. Ну, сейчас они будут видеть полностью тройку и четверку противника, так что они спокойно пикуют единицу без проблем. Уникам нужен какой-то ультрамощный миличник, который их затащит. Кроме Спектра что-то в голову вообще ничего не происходит. Да, Спектра как-то пропала с радаров, даже не байнит ее особо. Да, и Спектра даже, скорее всего, здесь погибнет. Она здесь не выживет на лайне. А здесь никто не выживет на лайне? Андерлорд очень сильно Спектре мешает, это минус. То есть, если Андерлорда не убить к третьему левуу? У нас Свен. Свен хорош против Андерлорда, но против ТБ слабый. Да, он хорош против иллюзий, но он не добирается до второго года на столкну. Да нет, на перефарме почему бы и нет. Он даже, если до него добирается, там слишком много брони. Учитывая, что броня дает тебе защиту в процентаже, чем больше брони, тем больше процентажно ты абсорбишь урона. Свен, даже если ему будет 800 урона, он все равно ТБ не пробьет. Вопрос, как он перефармит ТБ? Он не одинаково просто фармит плюс. Сплэш? Сплэш стаки, но ТБ все равно фармит очень быстро. Если он берет талон, он вообще не страдает. Вот поэтому я и говорю о том, что на плюс слоте, скорее всего, просто не получится выйти юником. Мало того, Свен все равно будет здесь страдать на линии. Свену нужно шотать ТБ, тогда есть шансы, но шотать пока особо не с кем. Нету серьезного фолова. Ну то есть открыли ТБ в самом начале драфта и все равно нет идей вообще никаких, чтобы закрыть? По-настоящему серьезные закрывашки, прям вот такой универсальный, жесткий. Да, поэтому, как я и говорил с Омега Лиги, если Нэшка убрать, бери ТБ перед второй стороны. Так обычно берут какой-то Уберлейт против этого, но здесь, ну, Свен. То же самое, вот если, не знаю, брать паблик, вот если видите меня, возьмите ТБ ради Христа, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас все было хорошо, потому что этот герой, он почти ничем не контрится. Его контрит, может быть, какой-нибудь Тинкер, 6 слотов, Зевс, когда будет 5-секундная БКБшка, но все это не мета. Все это уже давно мертво какое-то время. Ну, не пам, осталось на мид что-то взять, что-то уже, я думаю, не имеет это большого значения. Не можешь просто что-то активненькое такое на прокасте просто так верставлить. А вот юникам надо попотеть. Возможно, нужно взять какого-то тоже такого полуфарм персонажа, чтобы как-то со Свеном нож разделить. Мишени Тинкера даже забанили. Ну, они дали заднее. Это Рафао на лицо. Они сами уже пикали просто этого Тинкера, а не то, чтобы кто-то, я думаю, из них захотел играть. Тинкер — это просто то-контр ТБ. Если бы Тинкер был мете, то ТБ было бы опасно брать ТРМ-пиком, а сейчас они реально опасаются лол. Просто забавно. Мне кажется, что, скорее всего, ники бы не вспомнили про этого героя. Ну, они просто не дают шанса. Это хорошая черта. Да. То есть можно как Сани с Дагоном бегать на кунке, там все равно игра уже решена, а можно играть на максимум каждую игру и карать. Вот Миша сегодня видит, что ты настроен карать. Миша, еще будет время разгуляться, еще следующая каточка будет, там уж точно покарают. Или нет? Как там Фата играет? Фата опасен. Нет, Матголлимса явно опаснее было, чем у меня не ка. Матголлимс — это первая игра. С Матголлимсом, если хочешь выигрывать, нужно играть последние катки, когда ты уже поймешь, что-то на чем бахает. А не какое-то подобие файвменов, которые ворвались. Это вот Винга, Медуза, Аркварден. А потом просто минус Винга, минус Аркварден, и уже половина стратегии не работает. Минус лишачок. Кстати, Леший был бы неплох против иллюзий. Ему плевать на армортер Блейда. Ну, предусловие, что он раскачается. Учитывая, что у него свин в команде, я не думаю, что он нафармит. Сэн скажет, иди побегай, молодой. Он пойдет бегать, и просто он не дофармит. А если он не дофармит, он забегает за мес, ему ТБ дает фокус, и он падает. Здесь бы вместо пятерки Гриммстрока бы Оркла. Да, и было бы шикарный драфт. Было бы отличный драфт. Ну, так сказать, еще брать Мирану, еще брать Сикеры, тогда было бы драфт. Ой, ну, мечтай давай. То есть вот последние два героя более-менее. Вот первые три героя, они вообще никак. Ну, подожди, но Гримм хотя бы имеет позитив с точки зрения... У Гримм хотя бы урон множество, и там Станчик, да, Кобру вешает, Саленс. Ну, так ничего особенного, кроме Раптуры, не появилось под этого Гримма, то есть комбинет не сказать, что... А, хорошо. А как же Стан Свена? Это, да, не факт, это факт. Тинника вместо Патмы под Раптуркой челик летит, умирает, попадает в Бладрайт стопроцентно, если ты нормально нутосишь человека, а Валанч это контроль. Короче, всего один герой, в общем, вместо Патмы, и этот драфт реально смотрится сочно. Ну, воображаемый герой, воображаемый каточку выиграл, да. Один герой, не три. Слушай, нормально, чисто комментовачи ворвались в аналитику, и мы наконец-то... Мне есть с кем поговорить о драфтах. Хорошо, хорошо. А то же это про Пенсиум, да? Так, что у нас там на IP придумывают? Любой герой, чтобы дожить, ловить за ними. Просто надо дожить до шестого слота ТБ. Да что-то поактивнее просто взять, чтобы не фармить. Это дожить... Ну, шестой слот на ТБ. Давайте, кто позволит ему... Кто не будет забирать фарм ИСУ, кто будет воевать, кто будет действовать. Винга. Винга. Волкек, это Керри Винга или Рубик Миддл? Интересно. Суприм Веншл Спирит. Опа. Эксперименты. Эксперименты. Поехали. Что-то в Вингу у нас крутика хотят в последнее время. Я смотрю, то на Керри поставят, то на Харду. На Харде очень не часто. Ну, не сказать, что он здесь прям супер-супер, но в Лейте тоже будет нормально. Хотя это жадно. Ты, скорее всего, на скилле. Смотри, какая Винга. Ну, вот на физито она. Ну, ничего не нафармит. Ну, ничего дальше. Она скиллится от ловкости. Чем больше ловкости, тем больше атак спида, тем больше урона. Чем больше айтемов, тем эффективнее реализовывается ловкость. Ну, если она, допустим, просто кинет вей в террор, даже не имея никаких слотов, там уже ТБ за нее разорвет. А если будут слоты, она вместе с ТБ всех разорвет. Да. Ну, можно и твень же делать. Короче, мы за НИП, просто потому что это НИП. Вот, сказал бы ты это неделю назад. Окей. В любом случае, все тут, я думаю, прекрасно понятно. Удачи ванскору показать хорошо игру со своими друзьями. Какими друзьями? У него только товарищи. Какими ванскорами, да. Какому ванскору? Какому Миша? Какая венга Соломит? Ну, слушай, тут и СНГ не может проиграть сегодня. Почему? Ну, потому что либо Миша, либо ванскор. А, в этом плане. А я думал, потому что Соломит Венге не проигрывают. Не проигрывают, на самом деле. Соломит Венга — это довольно интересное решение, просто потому что те же ОГЭ нам привозили и показывали Соломит Венга, и под нее куча героев, которые от этих статов сильно бустят. У них была Ампер Луна, Венга, какой-нибудь Бесмастер, и все. Бежит, несется, что делать непонятно. Смотри, сейчас красиво подам в Рухап. Что-то там бегает. Оп. Какие-то люди непонятные. Кто-то фотографирует специалистской башней, а я держу Рухап. Красиво. Офигенно. Так что, го в игру. А я тебя. Все-все-все. Здорово. Все пришли, что сидеть-то? Давайте смотреть. Там пауза, наверное. Да нет, все нормально, разбегаются ребята. Это кажется, Митя, и ты впал в дотокому, и тебе кажется, на самом деле, ты сейчас сидишь, и в игре стоит пауза, а это твой мозг проецирует картинку. Так вот, возвращаясь к вопросу про Венгу и так далее, это герой, который максимально хорош на левеле. То есть вот наведитесь на персонажа на Венгу, снизу, смотри, на количество статов за левел. 2,4 силы, 3,8 ловкости. Это один из самых показателей вот этих вот полезных атрибутов. Да, у него гигантские, на самом деле, прибавки, и еще при этом силу срезали, у него было 2,6 силы. Да, да. Самый статовый гельщик. Кстати, интересное статистическое такое наблюдение, даже не статистическое, а просто факт забавный. У Найнтина написано после никнейма Лерочка, а у Лоринофа веселый смайлик. Так. Все. Но выглядит как грустный. Скобочка, скобочка, ноль. Ну, я, кстати, он в чате, когда пишет, выглядит как веселый, а в игре грустный. Вот так вот, так играем. В чате весело, в игре грустный. Так, ну что, по Боунтосам 2-2 поделят? Вряд ли, да, кто-то идет воевать. Могу еще вопрос задать. Давай. Как зовут собаку, которая у нашего обсервера в Фурзе Ластайме изображена? Пять букв? Не Мерси. Не Мерси, да. Но действительно пять букв. Не, я забыл. Это Олеся? Ну, почти. На. Олеся – это лиса из того мультика, который тебе показывал. Да, она Алиса. Алиса, да. Алиса. Все, теперь все. Я просто, по-моему, не только что говорил, прям только что. Но я, очевидно, не слышал. Да. Прям как они нас во время игры. Хорошая ответочка, да. Ну, просто ты тебе передаешь четыре диска, что ты очень плохо, поддаешь информацию, что это живая собака. Так, а я сколько, какая? Существует. Не, не, настоящая. Настоящая, да. Настоящая. Настоящая живая собака. Ну, может, подумайте. Я спросил про него ты или нет. Понял. Слушай, Чарли тут что-то просел сильно. Ну, очень много. Знаешь, главная проблема ТБ – это 480 хп на старте или типа того. Да, да, да. То есть он покупает все топ-статов, но пятихат у него на первом уровне получается ровно. Ну, вот. И очевидно, когда в тебя закидывается бодрайт с чистым уроном. Но это хорошо отражается на твоем здоровье. О, ты зато улетел. Но на вышку. Ну, у него есть фласка. Опять же, вот ему очень важно в рамках линии, потому что все-таки Сигер – это командный герой, чтобы тиммейты воевали по пулдауну. А я смотрю на хп, момент, когда оно ему было нужно, в андерлорде было фул, у инчи было фул, и только сейчас пошел какой-то размен. Слушай, а… И вот оно, вот оно. Оу. Ты чё? Труд. Хорошо. Вопрос, как это произошло, когда в ладрайт еще сработал потом сверху. Бывает и такое. Больше крови богу крови. Вопрос, вопрос. А вопрос какой? А, как вингап стоит против ДП? Пока стоит хорошо. Нет, в принципе. Ну, в принципе, я думаю, в принципе, да, стоит хорошо. Смотри, ей очень грустно рвать сифоны в соло. Ой. О, хорошо, давай, вперед, вперед. Он прыгал аж в тот двор, но этого хватило. Отсвечивается, получается, постоянно. Да, да, удобно стрелять. Удобно, действительно. Настреливает. Слушай, ну пока что… Ну, Сикер такой герой, да. У него есть пара аспектов, с которыми приходится мириться, будучи, допустим, ТБ с ничьой. Такая линия, знаешь, у тебя ноль обилок на двоих. При этом Патма замечательно расстреливает крипов, если они вдруг появляются на линии. То есть ты вроде даже и не хочешь этих крипов там откуда-то следствия вести, брать. Так, Патме приехала Манка, туда-сюда, Сикер. Кстати, у Сикера такой маленький крипстат, при этом они на линии тут навели шорох, но что-то с крипами у него прям проблемы какие-то глобальные. Пережил первую форму, где-то там не дожал. Все-таки, опять же, есть такая проблема, не знаю, как это называется, какой-то диагноз, синдром или что-нибудь еще, связанный с… Давай, Миша, беги, выбежал. Выбежал, выбежал. Мне кажется, ему все равно тапки, да. Не туда успевал. На самом деле, как-то немножко завтыкал и побежал бы сразу. Поздно включил, мне кажется, еще этот Чаротен, не особо в него залетал. Так, я, например, в смысле отзбился. По поводу Венги, не Венги. По поводу линии верхней. Сикер, не Сикер. То, что крипстат маленький. Да, наверное, что типа маленький крипстат, да. Что типа у оффлайнер же он обычно не ведет крипов, то есть его задача по игре – линию поставить там хоть как-нибудь. И поэтому, может быть, когда нужно просто перекликать противника, типа рука в руку, ты не керри, ты не мидер, у тебя могут быть просто небольшие проблемы с тем, потому что ты не привык это делать. Владерайдом тут откидывается БЗЗ, раз за разом стрелает мимо. Точно, да, но сойдет. По Венге, конечно, посмотрим. Пока 16-3, хорошо. Просто, видишь, Венга в коем-двентрении может принести, если там три банда ПТ, и ты вообще крипов у нее забирать не будешь. Никогда никаких. Но и очень грустно, потому что Ларинов может просто бить не по криповам, а по лицу. И в Ренге очень маленькие раньше атаки. И опять же, ей нечем рвать сифоны. Опа. Как же они, ты линию тут сегодня продушивает. Да. Ты же можешь не видишь попробовать. У Сикера Крепстат все-таки низкий, но у ТБ еще ниже. Так, БЗЗ. Это боевая руна появляется снизу. За ней устремилась Венга. Наверное, просто разбить ее. Хотя можно и забрать, если уж что-то ломать ее. Хуже точно не будет. Спамить рором и так далее. Нормально. Второй банд. Стики. О, фасочка. Неплохо было бы не бегать, не разгонять Сикера. Так, так, так. Оп. В Ренге. Ну, хорошие такие стрелы. Попадет в героя, минус Террор Блейд. Попадет в Крипа, плюс Ренге. Тоже нормально. Можно было иллюзии закрыть. Но я думаю, ему было вообще не до этого. Да, но он как-то не контролил. У нас вообще вчера был момент, когда все умирали от Шадоу Демона Мираны. Никто не мог закрыть там Бестмастерс. Напомню, не говорите Ярику, смотрите эту игру. Оп. Напоминаю. Потому что он был сидел и говорил, типа у тебя вот там Крип в мире подошел. Просто добей его. Это важно. Там, когда есть про Радианс. А он не справляется. Это, казалось бы, да, тот Сикер? Вот, герой Дерянин с большой. С курс атаки. Так, баунтиру на. Тут не забрать. Да, да. От контроля ли? Ван скоро одну хотя бы свистнут. Ну и вторую слева заберут. То есть 2-2 будет по Бунтосам. Большая оставляет. Оставляет, да. Как бы не случилось, как в прошлой игре, когда она у них пролежала против Алхимика, и никто ее не забрал. Стрела мимо. Причем варда нет. Просто отошел, как-то просто прочитал, прочитал в тот момент. Еще вей оф террором добил. Удивлен, что у ДП нет стиков. Я удивлен, что Винга в итоге столько всех фласов принесла, что, посмотри, при том крипстате, который у нее есть, как мало Нетверса. Да. Ну, душа-то ее ДП. Минус 400. Ну, Винга-мид, все-таки, мне кажется, это не сильный лейн. Ну, от исполнения зависит, опять же. И, наверное, все-таки... Топсон крипов бил. Я про то, что, да, если я тебе скажу, что даже там он скорее не выиграл именно ленью, но выиграл в игру, то не собру. Да, там он... Мы его спрашивали, типа, что-то... О-о-о-о! Соло-фраг! Вот это соло-кил для рубинга. С одной стороны. Точнее, соло-кил для больших фраг на рубинга. Да, с одной стороны, это хорошо, что он успел убить Вингу, там, и все прочее-прочее. Но Винга своего все равно получит, как Underlord. То есть, что толк будет с ними проевать? Он все равно сейчас, как бы, кстати, их и не убил, что-то на развороте. Красиво, да. Красиво сыграл Соберлайт здесь поставил этот Питов Малис. Так вот, проблема в том, что ДП ультимейт нажимал. То есть, иначе станет, и вышка фуловая, а ультимейта нет. Угу. Ну да. Ей так, наверное, не очень комфортно. А Винги, в принципе, норм, что игра продолжается. Минус 300 относительно ДП, это вообще сказка после лейнинга. Все-таки, опять же, Винга не для того, чтобы выиграть линию героя. Опа! Замедление, но дальше сон не пошел. Но стан для начала игры, если я правильно помню продолжение этой фразы. Что? Ну, про Вингу. Типа, что она не для того, чтобы выиграть линию, но стан для начала игры. Угу. Сона нет. Сона, это и да, Винги нет. Ну, нет, вообще было на один. Уже? Ну, она вроде кидала, нет, перед смертью. Как раз-таки потом рубик поднял. Может быть, ладно, неважно. У нее было 0-2-0, но, возможно, это вкачало, я не, честно говоря. На один-два, да, ты только что видел. Так, мы сейчас смотрим здесь. Патма, пока отсутствовала, Сиггер, очевидно, стоял, получал экспу. То есть, у него скоро будет шестой. А шестой Сиггер, это, ну, мы все прекрасно понимаем, что это Раптура. А Раптура, это значит, что ты либо стоишь, и тебя бьют, и ты получаешь много урона, или бежишь, и получаешь много урона. Что так неприятно, что так неприятно. Ну, обладрайтесь, какой-нибудь кастанет. Ну, то есть, да, да, то есть, надо стоять, надо бежать. То есть, что это нужно делать? И вот на шестой можно пробовать. При этом есть Патма, который, если что, опять же, стрелой просто там, но в ТП шеющегося героя докинет. Пока что докидывает в Кентавров и в Инчу. ТБ сильно просел. А вот и Дискорд приехал. Да, мощно-мощно. Оперативно до 7 минут, этапок, Дискорд, все есть. Хорошо себя чувствует, Сиггер, 3000 по деньгам. Прям все усиливает здесь, и Баншу, и Мирану, и Гримстроку очень хорошо. Даже где-то с Вену. Так, ну что, Руптура? Ну, надо, да, иначе тут беда будет. Ой-ой-ой, вот это он, конечно, баканул. И теперь формы не будет. Кстати, можно было и на Мише напасть. Ого, какой импетус. Но он, типа, зря не остановился. Именно бежал до упора. Потому что можно было нечупать, пока она не шестая. Напали. Ну и Сиггерам добежать, да есть. Видимо, сам мы должны справиться. Вопрос, как выжить теперь, фласки-то нет. Сиггер и... Переагрил живет. Классно. Ну, здорово. Они эту линию прям продушили. 8-1, причем благодаря топу по большей части. Пока Террорблейд не возьмет свои слоты. Снизу висели у нас с Вен тэпа-аут куда-то. Типа, или убежал просто с леса. С леса убежал, да, с леса. Но снизу, тем не менее, душка. Там подвышку заходит уже Андерлорд. За Ванскором идет погоня. Получил руты, получает фэршторм. Что-то, браслетка есть какая-нибудь? Да? Да, есть. Сентряк его до последнего не ставил. Рассчитывал, что хватит. Не хватило. Поставил. Добили. Ну, нижняя линия неплохо у непов действует. То есть, нижняя линия за непами. Хотя... Не, нельзя сказать. С Вен-то 3-400. Да, да. Фармит. То есть, он ушел в лес, пофармил лес. Какая ему разница? Сейчас вот центр стоит. Скажем так. Юники не проиграли нижнюю линию. При этом выиграли мид и выиграли очень сильно верхнюю линию. Прям верхнюю. Тут еще курьера доест под ма. Да, минус курьер. 55 каждому, между прочим. Как бы он тот забрал. Угу. Дрегироваясь, они просто выехали. Собрались как-то под Т1 вышкой, Венгайн, Ча и Рубик. Под ма им говорит. Лип? Не знаю. Что-то еще пока не придумал. Че-то, наверное, говорит Свапа в центре. Тут еще одновременно. Просто здесь, я думаю, он умер и умер, а в центре вот тут висели поинтереснее. Потому что ДП в итоге засифонилось, откидалось. Вторым выживает Свапа Венга. Угу. И под ма снова тут. Эриндропы, конечно, вручают. Эра. Стрела. Есть стики. Байте, давайте, давайте. До конца идет. Только в конце стики нажимает. Свен тоже залез. Далековато. Что-то своровано. Стали, стрела. Стрела какая. Далековато. Эра. Мастер, конечно. Круто. Он байтил до последнего. В итоге заманил Илюшина под свою вышку практически. Так, Эра. БЗЗ за ним. Подниматься. Ух. Почему мы поставили непонятно как? Типа увидели, что там что-то есть. На этой горе, что люди там находятся. Потому что ни варды, ни сентреа не было. Просто почему-то решили не лезть. Ну, видимо, там краешком где-то не попал. Потому что я думал, они будут подниматься прямо в поляну. Это было очень интересное решение. Именно так ее положить. То есть не в противника, а на ход. Ну, давай так. Юники повели в этой игре 3000. У них трекора в топе. У них суппорты опережают суппортов оппонента. Вопрос. Смогут ли закомбечить в этой игре Нипы? Потому что мы понимаем все, что комбинация у них Винга с суперстатами. Герой, которого, в принципе, убивать первым не хочется. Потому что иллюзия останется. И аура останется. И против нее будет играть... Ой, и вместе с ней будет Террор Блейд. У которого тоже колоссальная попытка сделать ТП. Уйдет. Удачная. Да. И вместе с ней Террор Блейд, который получает бонусы от ауры. И которого, ну, если он нафармит, пробить будет нереально. С одной стороны, а с другой стороны, есть СВН, есть ДП, есть Сикер. То есть три героя, которые просто несутся в тебя. И очень тяжело позиционку держать. То есть Винга вот свапать, ТБ бить. Потому что все просто заходят. Ты знаешь, что вот один на ультимейте вылетает. Ну, на этом, на молотке саганили. Вторую кидают в Сверхоттур. То есть двигаться нельзя. Ничего нельзя, ничего. Там, я не знаю, допустим, самая интересная история может быть. С тем, что, допустим, Сикер на кого-то кидает в тиммейт. И ты его даже слапнуть не можешь. Потому что это тоже несет урон. Так. Полет. Вот Винги. Ворует экзорцизм. Нет? Нет, нет, Свармс. Но все равно урон титанический какой-то. Винга. Добить хочется. Но какая же она жирная, эта Винга. На, это Винга. Это Винга, ребятки. Все. А вот и все. Суприм. Знает, что значит эта фраза, судя по всему. Ну, да. Вот так вот. Ну, в общем, такое себе нападение. Минус ультимейты. Минус больша. И вот он камбэк потихонечку подъезжает. Начало. Оп. Ящерица не выползла. Громоящер. Да, громоящер. Громоящер. Ты чуть как ругательство какой-то. Так ты громоящер. Нет, ты. Я просто вспомнил, знаешь что? Я вспомнил РПГ-компанию из Варкрафта, где нужно было громоящеров. Ой, вторая Старштормина залетела не туда и... Ему все оплатят. О, зачем? Какая разница? Зачем убегать он в петлю? Нет, он, возможно, хотел прыгнуть вперед, но ее чуть развернуло. Да. Там будет быть райдклики, там еще что-нибудь. Типа он бы прыгнул в копье, но бы нанесло меньше урона. Но все равно хватало. То есть непонятно, можно было не прыгать. 500 галл и помо отдал, нет? Застригали. Там какую-то большую цифру дали. Ну, в общем, в любом случае, это четверка Мирана против пятерки. Андерлорд куда-то... А, вот он нападает и сразу текает. Всегда можно отменить. Ну, отменяет. Нормально. Ну, он не знал, сколько их, вдруг, типа, смог атака там планируется. Ну, да. Сабля делается для Свена. Есть у него фейс-ботинки. Мидасик, естественно. Но ТБ потихонечку камбэкает. 4 500. И понятно, что Свен побыстрее фармит. Но ТБ его нагонит. Потому что ТБ иллюзии. И с иллюзиями очень хорошо можно фармить. Даже без клево. И у нас буквально 1-2 замеса еще принять. Хорошо, да, и расканирует. Понимает, что где-то могут быть. И в ловушку идут ребята из Юник. Реально, в ловушку, их ждут. Сканирт, попадают. Да, да, да. Все, видят и решили никого не лезть. Ну, тут ТБ в такой хорошей позиции. Ну, и там вся команда рядом. То есть надо и Свена подтягивать. Вот, важные артефакты для непов. Именно, чтобы не проседать сразу быстро, чтобы сикера не разгонять. Грейвзы, мекки, пайпы. Все это. Ну, особенно грейвзы. Чтобы получил урон, сразу захилился, сикер не разогнался. И, собственно, мекка уже готова у андерлорда. Да, и пайпы, наверное, потом тоже можно будет купить. Хуже точно не будет. Можно там, опять же. Опа-па, это соло-фраг. О-о-о, типа. Это иллюжен. Типа, ну-ка, типа. Видимо, кончились. Иначе непонятно, почему их не дают. Ну, вот так вот. Нормально. Но он не увидит, он не увидит. Это был фраг одной, типа, это было для него. На, Ларинов. Если вижен. Вижен есть, но и руты, потому что. Да. Стан, двойной, залетает красиво. Пошли импетусы. Две или раптуры, вот в чем вопрос. Стрелат. Кажется, да, но найти, ну как же больно. В итоге в инвизу, ну, ходят. Какой слабый, зачем? Жесть. Он же под раптурой. Да, в итоге Суприм пытается разобраться. Очень болезненно импетус залетает. Слушай, Суприм тут трипл-кил делает. Суприм, наверное, на хосте он был, который поднял в начале файта. И, собственно, разбомбил всех. Мощно. Отдали Рубика, отдали андерлорда. До этого террор-блейды, но забрали в итоге четверых. И Свен, кстати говоря, он бумер, но он ушел в инвиз под мы, и его не добило импетусом. В самом деле, ничак, ты посмотри, просто бешеный Суприм. 15 переключений ПТ за драку. Ух. Мало кнопок, мало. Всего-навсего террор, стан первого уровня. Если что, плохо свапнул. Он очень много рон нанес чисто за то, что в раптуре подвинул героя. Нормально, трипл-килл зато. Ну, в целом, наверное, да. Может быть, ты подумал, что Тиммейстер умирает, так поближе сам окажется. Четыре баунти-руна сейчас будут. Это прям очень жестко. Это прям сразу комбайн по экономике. Мы можем сразу запросить этот самый график. Запрашиваю график с воздуха. На верхней руне Миша с Ванскором встречались, но обошлось. 800 голды не так и много. Но в пользу уже. Мы можем, кстати, попросить еще когда-нибудь на будущее, чтобы нам сделали похожий по Курьерам. Убитый Курьер и заработанные деньги. Это интересно, это интересно. Да, кстати, учитывая, что сейчас Дота такая, что Курьера в каждой игре умирает и по многу. Кому написать, чтобы запомнили? Можешь написать мне, но вряд ли прокатит. Ну, я попробую. Так, ну вот тут у нас, в общем, фармешка идет. Фармешка, фармешка. Слушай, опять эта игра, где идет фармешка, а значит тот, у кого сильнее лейт, он впереди. И вот здесь вопрос, кто сильнее. Кто сильнее, да. Ну, я вообще стоял бы недуманно андерлорда. Каждый раз. Ну, мне вот нравится пик неплох тоже. Все-таки этот венга с террорблэдом. Ну, смотри, у тебя одна команда, которая будет буститься с аур и будет буститься с синергией между персонажами, а у второй просто Свен, который уделяет молотка. Так, два молотка, но какая же жесткая, прочная венга. Все-таки удается обработать Сайберлайт. Релизия остается, она еще будет работать. Будет ли продолжить драки? Потому что тикер ускорен. Можно Сайберлайт доесть. Справляются. Жестко Сайберлайт у залетела. Ну, двойной молоток работает. На мой взгляд, ошиблись. Надо было, конечно, все-таки разойтись, потому что они получили два раза молоток с уроном. То есть можно было отойти. И Свен толком даже по ним не надамажился руки, сколько он занес именно с этих двух молотков. Ну, в итоге отличная драка для юников. Но опять продолжаются качели здесь. Иллюжин опять Иллюжин Чарли. Иллюжин на Патме просто разваливает это. Жесть. ТБ, она вообще какая-то беда. Терет от Курьера, иллюзия венги. Слева там бегает, забирает Курьера. Манты готовы для ТБ этим временем. Вот опять же, мы все драки с ТБ смотрим. Да, Свен все время включается. Тут нападает, та нападает. ТБ, поскольку по стольку, вот с Патмой воюет. Все остальные случаи... В файтах, да, замечены не были его. Просто отключение. Так, БЗЗ. Довольно быстрый, потому что Терраблэйд битый бежит на базу. Стрела Рубика очень опасная эта хрень. Насколько секунд, интересно, может суммарно вот если 4 аркан с прямости застанет? Мне кажется, где-то 7,5. Я бы так вот поставил. Я бы, наверное, сказал секунд 5-6. Но, опять же, надо было потом дома посмотреть. В любом случае, это очень... Так она 5 секунд, по-моему, у Мирана ставит. Не, я же меняли. Сейчас. Майло, тебе повезло, что ты со мной сегодня приезжаешь? Нет, максимум осталось 5 секунд. Я скажу, посмотрю. Ну все, тогда идем осмотрим, сколько аркан с примеси дает и считаем. 40 процентов. А, нет, это... А, ну да. Ну все правильно. То есть закидываешь еще 2 секунды, суммарно 7. 7, да. Ну 7 секунд это очень много. Ну это жестко, да, что-то как-то даже лишнего. Тебе повезло, что мы с этими Абзами, которые показывают и смотрят? Да мне вообще повезло. Все есть. Все при мне. Сокастер. Студия аналитики. Режиссер. Закадровые сотрудники, да-да-да. Все под рукой. Леня, Вася, Миша. Ну это уже дома. Cyberlight выходит отпушивать. Грисы, смотри, не какой-то там опять же, по-виде, это именно Lotus. Лотус, да. Интересный выбор. Увидели, кажется, или же не видели. Но, слушай, зря они здесь могут влезть, потому что Underlord. Ой, какая импетусина залетает. И вторая, да, бедный Иллюзион. Миша прям рад каждый раз, когда... Оп, вот она! Вот она! Считай. Мне уже страшно. Ну это первый Аркан Супримеси, но как же даже с ним? Просто два года, но он не смотрел на себя, по-любому, потому что там видно было стрелу издалека. Явно где-то в другом месте камера летала, но за обеи вообще. Прямо туда залетело. Прямо в сердечко, да. Фарт игроку. Ну вот, пошли типа Иллюзия. Продушка. Отдал, мол, стрелу, сам отдался. Большу продал. Найдет, найдет, видит. Второй свап, причем уже можно доставать. Ультпатма и пошел. Чего ради, будет ли файт? Можно подвязать Суприма к кому-нибудь, пока молоток. Куда? О, это тот самый, это тот самый молоток. Кабана. Молоток пошел в Свена, ответный. Как же они душат эту Вингу. А в чём Вингу-то? Да. С Иллюзион опять. Опять сейчас импетус полетит ему. Да можно и не прыгать. Да, уже даже. Не, как на антина сегодня, конечно, явно не в форме. Но это Сошка в этот момент поднялся, разорвал и сказал, это мой сын. Сплакнул. Это мой сын. Мы потерялись с ним много лет назад. И вот он найден, да, там, этот, стандартный этот кадр из каких-то американских фильмов. Индийский, как ты любишь. Индийский, ладно, неважно, просто заснеженная Сибирь, какая-нибудь эта юрта там открывается, полок из шкуры. Заходит Сошка и говорит, он здесь, он здесь, он рядом. Так, Ларинов, Ларинов уходит. Не достали, да. Но, слушай, нет, камбэк тогда пошёл, здесь он закончился только что, и полной победой команды НИП. Потому что, конечно, драка за дракой, вот, когда особенно такой старт, можно же было со Свереном, с Аганимом просто, ой, с Аганимом, с Медасом, как раз кидофармить этот самый Аганим, чтобы не мазать, попадать. БКБшка, в конце концов, тоже можно дождаться. Так, ну, сейчас форма ТБ, стрелавка в Иллюзию. Да, но они всех видят и успевают. Хороший Сверхоффейт. По-моему, он может... ДП с ультимейтом, пора сжать клавиши. Ну, 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 Чарли забирает Аегис. Что дальше? Надо Андерлорзу. А все улетают. Какой же он? Жёстко. Жёстко. Иллюзия ещё, кстати говоря, умер там. Опять бедный. Он прям в толпу за тебя ТБ накидал, полные орехи. Ну, собственно, опять вот ситуация, когда Андерлорз своим такси очень полезен заранее. И причём так получилось, что прям успели Аегис подобрать. Героя убить, и никто не умер. На, идеально. Руна лежит, если что, там баунзи. Нормально, нормально. Рубик прошёл мим, я прошёл мим ТБ посмотрел, посмотрел. ТБ. Я думаю, что может они хотели её настоять, но она не настаивается более. Належать. Належать. Забери. Нормально, нормально, всё. Не мозолил, чтобы глаза. Ну, просто времени не было там, подфармливал. Всё так под контролем. Те, те, мои-то могли просто. Я понимаю, опять, что если хочешь боту для разрядить, там оставить мидер какого-нибудь, там у флэнера, у кого этот боттл есть. Но у них же нет боттла. Просто возьми, мим проходишь. Так, и сейчас выход от андерлорда куда-то непонятно куда. Ничего уже не боится. Смотри, да? То есть несётся. ТБ снизу с Эйдисом. В четвером прямо лезут. Шачло бегает в этом, в крутом сете андерлорда. Не в базовом. Не в минорном объесе, а где там этот, мордаха изменена на какого-то, не знаю, там. А, да. Да-да, такой. Так. ТП. Увидели, но Рубен Тушак тут. А где Тар? Форставчик. Форставчик. Вытолкнул стерекинеза, не дал уронить. А, ну вот прям в ДЗЗ проблема. Кстати, в арте, которым уже умирала Патма. Да, на нём уже. Как же Миша фигачит. Ты просто посмотри на него. Вторая жизнь игрока в новом составе. Да, он на этой инче. О-о-о. Ломал. Неплохо, неплохо. Ну, ему тапки здесь. Иван. Был жив, но умер. Это идеальный некролог. Сейчас сразу вниз. Опасно, да, опасно. А куда? На иллюзии? На что они? На крипа, на крипа, на крипа. И тут в полусамаке ещё в таком. Ну, да. Ну, видели, судя по всему, видели, потому что прям резко бегут отсюда. Ну, ТБ, аура Грэвизов. Ну, например. Ну, это жёстко. На самом деле. Это не аура, это остатки. А, ну, я понял. На рубрике пока ты лежишь. Да, висит. Если бы очень жёстко было бы, если бы Чарли как-то не подспалился, и они реально организовали атаку. Underlord прям показывает, что этот герой не просто может безумно жать одну кнопку, а может иногда ещё что-то нажимать. И замечать, что даже в первом случае он максимально полезен. Да. Атака прямо сверх машины. Бит оф ма... О, ладрайд. Хорошая была стрела. Да, ну, знаешь, на полуотход и в формат кинамбл дарает, он разворачивается и уходит. Но Чарли не настолько прост, чтобы на такое повестись. Ну, и в итоге Свен с таким стартом, с хорошим. Опять же, это раз под фит, два под фит, три под фит. И в итоге мог быть уже с аганимом БКБ. А он без аганима и без БКБ. Сейчас Верновга покупает себе и, возможно, что Свен, ну, плюс-минус тоже. Либо должен подносить, либо краски уже иметь. Все много фармят у Непов, кроме Миши. Миша ещё суппортит. Но Миша забрал шесть фрагов. У него анстаповало. Из-за этого у него тоже пять двести. Сильный инча, на самом деле, это же страшный урон. Ну-ка, Винга. Что в Вингу-то, ребята? Опять Вингу. Ну, кстати, быстро заберут на этот раз. Да, очевидно, иллюзия остаётся, а что дальше? Ой-ой-ой. Связали. Андерлорд просто уходит. Рубик подтягивается. Связка работает. Ну, какая разница? Главное, зацепили Ларенофа. Связка заканчивается. Всем очень больно. Дамажная иллюзия реально остаётся. Иллюзия очень больно бьёт. Ну, ладно, смотри, они убили из-за того, что Мейн Вингу хотя бы не было свапов. Все не смогли отойти после этого. Так бы, потому что были свапы-свапы. Может быть, в этом есть смысл. Но вообще... Чудесный герой. Он продолжает вместе с командой идти и пушить даже после смерти. Ну, вообще, да, в двух словах. Тапочки у нас. О-о-о. Иллюжину. Ну, там Варт стоит, они не знают про это. Его просто видели здесь. Фортификэйшн использовали на собственных крипов для того, чтобы БЗЗ их Бладрайтом не сбрил, как он постоянно делает. Какая же страшная инча. Вот я смотрю, как только БКБшки заканчиваются, там коры отлетают. Нереально. Да нет, какая разница. БКБ, не БКБ, нет. Сиди, кидай копьё. Они как когда-то умрут. Ну, да. Вообще правда. Там, тем более, всегда есть в кого кидать это копьё. Ну, да, у тебя так уж получилось, что в этой карте ничего вообще не хочется вкусить, потому что всегда вот у них лёд в венгу. Да, я про то, что и ТБ слишком сильный в плане ДПС, чтобы игнорировать его. То есть, знаешь, есть там, допустим, какой-нибудь, ну, ПЛ. Ну, типа, он неприятный, но ты можешь себе позволить 5-10 секунд его не бить, если ты кого-то в это время убиваешь. С ТБ не прокат, за 10 секунд он вас всех убьёт. Слишком сильный. Плюс лапки для Рубика. Вот сейчас игра только начинается. Да. Третьего левела, да, не максимального, но... Плюс лапки, поехали. А, нынче, кастой. Пока на ТБ, я думаю, будет вешать. Ну, можно... Нормально, нормально. Ну, вообще, смотри, 200 урона своего. 200 урона своего. Плюс форма, да, там, 280 каких-нибудь. Плюс лапки даже третьего уровня. Там это же просто забей. То есть, там три удара на ванскора. Так, там выходит в смоках. Беспалевный курьер летит. Ну, ё-моё. Ну, и очевидно, с варм, они должны были видеть, что он вылетал не просто так. Да. Ну, и сейчас... И сейчас их ждут прямо, ждут, ждут. Всё. Вингу! Не-не-не. Вингу! Все в Вингу! Нет, на этот раз пошли неплохо. С передставивом накинули. Ну, свапы ТБ! Ух! Ух! Забрали Террор Блейда, 50 секунд без него. Но отдали Бладсвикера и Винга. Какая жесть! Винга с ничьей, урабатывает. Миша, даблкил, монстркил. Души дальше, искать кого-нибудь. Здесь трипорт надо сделать на Антин. Его не увидели, он ушёл. А вот Миша с ванскором. Ну, тоже стана, я думаю, у кого-то нет. Урона просто не хватит накидать. Какая жесть, но пока не хватает. Да, ну 2-2, но Суприм опять сделал это. Он снова свапнул во время Раптуры. Может, ну, этот, я не знаю, там, просто не видит, не знает, как это работает. В чём проблема-то, то есть? От того, что ты свапаешь ТБ в Раптуре, ничего не меняется, всё. Его так же будут бить, Раптура так же останется, да, то есть, ничего не изменится. Ну, вот хочется ему. Ну, на самом деле, конечно, проблемы сейчас у юников. Так-так-так-так-так-так-так. Может, может, может. У него нет свапа, кстати, и там ульт. То есть нужен вижен. И нет липов, да, ну, под ультом. Нет вижена, то есть, опять же, стоит вард здесь, и уже раньше видел. Так вот, проблема пика юник в том, что даже если они, они могут выключить, ну, там, двух персонажей, но кого бы они не выключили, остается герои, которые носят слишком много урона. Например, Венга Инча, или один Террор Блейд, или Андерлорд Рубик с лапками там с какими-то, тоже достаточно. Ну, ладно, Андерлорд Рубик еще это меньшее золото, но с ними плюс один любой из вот этой Террорицы. Нет, даже, как ты сказал, вот именно Андерлорд с лапками, вот это достаточно, потому что, по идее, нужно работать на все. Ну, да, да. То есть, и фаершторм, вот этот, выжигающий тебя насквозь, это, ну, он никуда не денется. С пылы, работающие в процентах, конечно. Это ж просто борода, то есть, ты реально стоишь, и понимаешь, что у тебя вот там четверть столба, суммарно там, затик, куда-то просто уезжает. Не может быть, почему? ГДС. Ну, нормально, плюс сила, плюс мощность для Рубика. Монус демидж, да. Не так и много, кстати, получается. Он же дает силу, да? Вроде нет. Уже с какого-то пачка. А, он дает от силы демидж. Нет, он. Написано, что от силы, но дает просто урон. Ну, да. То есть, я про то, что там, ну, тебя прописано было, что типа он там увеличивает свои силы? Так, тут нападение, номера. Ну, кстати, в этот раз классное слово, а? Ну, в таком случае для Рубика так себе. Ну, в смысле, то есть ты 100 урона вращаешь там во сколько-то, 200-300 во сколько-то. Наверное, самая большая ценность, что его можно кастануть и своровать что-то другое. Ой, это... Миша, вот она! Вот она, инча. Сейчас ее забрали. Сейчас, наконец-то, все хорошо. Ворует, да, там... Рубен. Так, Рубен. Лотус пошел. Интересно. Но не помог. Это мы сейчас обсудим, почему произошло. Ларинов нажимает блокинг-бар, очень больно рефлекшн делает. Какой вариант он мог выложить, например? Нет, мне кажется... По идее, Свен должен был застануть в ответ. Я сейчас объясню, почему. Короче говоря, он должен был застануть в ответ, но такая механика. Если цель уходит в инвиз, то молоток Свена обрывается, вернее, сам полет Свена обрывается. И так получилось, что ему кинули глимер, он ушел в инвиз, Свен не долетел немного и застанел ауешкой Рубика, и при этом не отразил стан. А что, если вариант он долетел, но как бы в инвизе, и поэтому Рубик не против в ответ? Ну или типа того, да, вот что-то подобное. Короче говоря, здесь интересная механика, когда лучше не кидать глимер на ботсейв. Но я даже не знал, что это так работает, если честно. Потому что неочевидная механика вообще. Неочевидная, да. То есть в итоге получилось хорошо. Лотус есть, но не сработал. Свен, вот... Просто, ну, самое грустное во всем этом деле, что ты сейчас смотришь, да, как Свен зашел, убил одного, убил второго вообще без проблем. И они могли так идти и драться, когда эти статы будут, а не без них. Ну да. И типа весь лишний подфид, который они сделали, его можно было избежать, просто дать своему дофармить, никуда не ходить. По-хорошему, Непы-то, на самом деле, ерундой какой-то сейчас занялись. То, что у них инча пошла вперед, то, что вот такая вот ситуация произошла с этим подфидом легким, там, и от Рубика тоже. Но если они опять нормально выйдут, то у них опять будет все суперсильно. Ну, слушай, опять же, ты говоришь, типа, что Феней страдает. Они же вышку забрали, сходили после этого. То есть в целом все хорошо. Так, рефлекшн опять. БКБ на Террор Блэде. Да, ну страшные артефакты. Там Венгард с террасой. Венгард с террасой 20-го левела. Да. На самом деле, вот они тоже, как ты говоришь, Феней страдают. А если Венгард в 25-го доживет? Ты уже даже если ее убиваешь, она будет кидать свои сплэй, это очень жестко. Террор летит сюда. И сейчас будет заход в спину. То есть они примерно понимают. Чизвизион здесь у них Вард стоял. Пару героев видят. Так, 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 видят. Рубик прыгает. Красивый свап. Все очень круто. Залетает. Блодрай тоже очень крутой. БКБ жмет террор блейд. Суприм под лотосом. Стирают Рубику очень быстро. Найнтин. Все, Найнтин. Заканчивает. На свое выступление на этом турнире, как говорится. Следующий на очереди Ларинов. В него залетает стан. БКБшки нет. Все в Монлайт Шадоу. Импетусы летят бешеные. Ларинов уходит. Володец живут. Ну, тут продолжается какое-то преследование. Сейчас Рубик, я считаю, даже этот Даги, Форста, в счетах у него 9 секунд. Подцепил издалека. У него телескоп, у него линза. У него талант. Он реально из того двора достал этого Гримстрока. И можно прыгнуть дальше, но уже некого. Ну, байбэк потрачен на Рубики. Но, с другой стороны, минус Свен и минус Гримстрок, конечно, и они сейчас заходят на Рошана, который появился, и как раз забирают его. Да, все очень жестко. В общем, ДП, смотри, да, 3600 урона НИСА, ну, как будто бы этого урона просто не было. То есть ни в кого. И 3000 урона НИЧА. Так, сыра, Эгис, все у нас выходит. НИПАМ. Ну, слушай, тут у НИПАВ следующая серия будет. Прямо сразу. Я уверен, что их соперники сейчас многое с этой игры подчерпнут, потому что, ну, вынуждены, скажем так, играть полуотстающей роли, полкарты этой НИПы. И, типа, паттерны поведения свои раскрывать при таких ситуациях. Да я говорю, НИПАВ у них. Им, вот против них нужно играть резко, агрессивно, потому что тогда их можно как-то заставить потеряться по игре. А вот если так самим ошибаться в ответ, то мы видим, что они все равно собираются. Опачки. Пошел повесить Чинилку. Чинилку пошел повесить, да. Теперь Чилит в таверне. 40 секунд, Ванскор. Да, Чинилку на полдавнем. Очень быстро, очень быстро падает с первой стороны. Ну, все на урон. Да, конечно. Страшные вещи. Там Рубик сейчас еще ручки сворует какие-нибудь. Сикер, лучше их не кидать, наверное, в принципе. Ну, смотри, барабарок просто. Он как будто бы есть, его нет. Мандерлордж, небось, тоже там плюс 100 после драки. Ну, плюс 175. Я понял, 173. Все нормально. Вопрос вообще не имею к этому парню. Посмотри, он настакал себе 205 при 130 базовых урона. То есть, герой вообще без вещей на плюс урон. Там Аура, да, сладко? Давайте смотреть. Тут врыв от Найнтино жесткий. Не бежать, бежать. Жестко ворвался. Мирана делает красивый разорвать в воздухе. Команда повелась. Оп, и врут врыв в Нчу. Но Рубик контролит телекинезом, выкидывает. Миша закилился. Миша, 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 миша. Все, Миша, Миша выжил, а мистер Свен не выжил. Пошла руб-тура, но никто не собирается уходить. Миша, получается, айлонс, ставит в центрю суппорты в позиции. Стрела в ТБ, свап. О, это хороший. Хороший. Да, это хорошо. Сандер на эру нормально. Эрик, как раз немножко подуступить. Сыр? Какую урон-то вилл, какая тычка? Да, ну там Дизоль, там Кираса. Ух, ГГ. Дизоль, Кираса и Вейв. Там столько минус армора, ты, конечно, сам понимаешь. Даже с одного этого героя. Да, вот это, конечно... Прям под фонтаном пошло Лупилова. Ну, давайте будем честны. Честно скажу, не помню же, что говорили аналитики, но уже по ходу игры мы неоднократно повторяли, что в лейт против такого драфта заходить опасненько. Потому что Винга, ее бесполезно убивать, иллюзия остается. ТБ. Стало в какой-то момент понятно, что и Инча слишком сильно разогналась, накидывает своими копьями. И во всем виноваты они сами. То есть, опять же, позавчера комментировал игры Unique, и говорю, кроме Unique, мало кто Unique обыгрывает. И сегодня это снова случилось. Ну, вот такая вот серия номер один от НИПов. У них будет вторая. Ну, а пока что про эту студию аналитики. Крайне похожую карту мы сегодня уже смотрели в исполнении от Империи. Вместе с Дашей комментировали, там, Лайтлесс. И компании имели, там, на инвокере, на дровке. Если вы помните катку, очень-очень большое хорошее преимущество. Ранее с выигранными линиями и всем остальным. И просто вот это вот заливало ван-бай-ван при помощи всего одного или двух неудачных файтов, где просто, ну, даже не файтами их можно назвать, а просто заливочными. И, к сожалению, так здесь же произошло. Димон, как вообще? Почему они это сделали? Ну, им нужно что-то делать. Если они будут просто фармить, то там без шансов. Underlord, Vengard, TB, все это дело заходят в Лейт. Там вообще ничего ловить. Просто ноль шансов на успехи в Лейте. Следовательно, они попытались атаковать. Атакуют они слабо, потому что они, в принципе, слабо играют в последнее время. Поэтому неудивительно, что они так легко проиграли. Кем уж надо было дождаться каких-то слотов? Нет. TB ничего не побьет TB. Никогда. Никогда в жизни. И DP ничего не сделает TB. А еще к TB добавляем Vengu. Это тот самый момент самый важный. Потом еще добавляем Underlord. Это просто момент, где Лейт Стрелай, такое ощущение, что... Не-не-не, он сразу после этого сейчас будет драка. Вот здесь вот, буквально через несколько секунд. Вот это, ну, так это она и есть же. Да, ну тут конкретно DP подставилось, ее быстренько расчехлили. Естественно, без DP мы видим, что здесь довольно-таки мало урона и Стрелин не вывозит. Потому что он получает слишком много урона от Enchantress, которая накидывает ему импетасами. И вообще, по-хорошему, Enchantress нужно вырубать в первую очередь. Потому что под Vengu, имея дополнительный атак ренч, она бьет еще больнее. Плюс там чуть больше Инты, у нее больше монополы. И в конечном итоге Enchantress очень больно наваливает. Она разваливала Кэрри Свена. А это пятая позиция. У меня в гипноз вгоняла постоянно эта Инча, которая постоянно кидала свои импетасы. И вечно от них липалась Мирана. Это был просто какой-то ужас. Каждый раз она умирала одними и теми же способами. Ну, видимо, старалась как-то ускорить этот момент. Но вообще, тут в один момент оказалось, что Vengu не убивается внезапно. То есть она как-то жирновато оказалась. То ли Armor не пробивается, то ли еще что. Ну, нет, ловкость просто прирост слишком большая. Самая высокая. И она вот действительно не убивалась. И вот хорошее преимущество действительно. Изначально все хорошо пошло, но не получился сноуболить. Пара неудачных моментов и вот все. Дальше уже замесы мы смотрим. Здесь уже, в принципе, нечего смотреть, потому что ребята имеют равные нетворцы. На равных нетворцах я даю ноль шансов для уник выиграть хоть какой-то замес. Потому что ТБ убиваем, нас убивает Вингас и ничего. Нас Рубик убивает начинает, как только забирает Бладрейт у Сикера. Поэтому здесь вообще без вариантов. Тут как бы даже Андерлорд, который как бы танк, но если он драки живет, у него там на стаку он урон, то он вылетает плюс 150, плюс 250. И просто минус 1, минус 2, минус 3. Слишком хороший пик у NIP и слишком слабый пик у уников. Ну, точнее, слишком хороший в лейте. Но в мидгейме, в бёрлигейме мы видели, да, линии они проигрывают. Потому что, ну, Баншавр разве сильнее, чем Винга. И если противник может засноуболить вместо NIP, в значении NIP, прошу прощения, уники, это все ок. Да, засноуболит в лейте Мун, Сикреты, но тир-2 команды не умеют сноуболить. Тир-2 команды прямо вот отлетают по красоте. Да, ну, надо было просто дождаться БКБ на сване вот в этом моменте на миде. Просто они пошли, забатились на смерть Террорблейда и пришли, что 5 на 4 они не дали. Он возьмет БКБ, его бьет ТБ с руки, Винга с руки, Энчантра с импетусами. Я не считаю, что ему поможет БКБ в этой игре. И, может быть, ему поможет Сатаник Саша Яша. Но все равно без вариантов. Очень много слотов только для того, чтобы выживать. И БКБ, и Сатаник, и Саша Яша. Это слишком. Возможно, зря поторопились просто с пиком этого стикера, потому что, вот, видимо, оказался этот ТБ. В начальной стадии драфтов, еще в самой первой его взяли. И уже оказалось, что делать нечего, потому что у них был БС, и чтобы они не взяли на первую позицию, все было плохо. Ну, я бы сказал, что просто не бей Свена в ТБ. А что было туда взять? У нас был Куман, который приходит и говорит, о, я увидел Свена, я хочу ТБ. Мне там предлагали другие герои, которые, типа, могут что-то сделать против Свена, но любой адекватный кор понимает, что ТБ один из лучших героев против Свена. И тут ребята взяли Свена в ТБ. Это расписка, что люди не математищи. Они не понимают, что Свен ТБ не пробивает. Ну, а как мы уже и постановили, не то, чтобы много было вариантов, и не то, чтобы много чего мы можем придумать по этому поводу. Здесь проблема не только в Свене в ТБ. Не, конечно, руин был, когда взяли Мирану. Вот когда была Мирана, все, можно было смело поздравлять и на ИП с второй победой. Ну, какие стрелы зато Мирана отдавал Рубесу. Да. Ух, сок. Не, она даже кого-то убивала там, но все равно в один момент будет драка стенку на стенку, и аура она не дает. Люди в блэкинг-барах вообще не чувствуют ее урон. Ну, как будто у тебя нет четверки за спиной. Вот просто представь, что у тебя нет четверки. Представил? Ну, я сам на них играю, поэтому в моих командах их нет. Все в порядке в этом вопросе. Показывает нам результаты встреч. Зачем-то, не знаю, зачем конкретно, потому что у нас даже еще Бо-2 не заковершилось. Вот. Показывает нам то, что у уников, в принципе, ситуация не самая радужная, да, они обыграли только бейтов. Они катятся на самое дно, да, кстати. Там, правда, потом команды попроще будут, но мне кажется, они вряд ли обыграют Ашеров. А, стоп, точнее завершилось, прошу прощения. Да, Мэтт Голлимс они тоже, скорее всего, не обыграют, поэтому тут что-то пока без шансов для уник. Они идут в сетку, в нижнюю сетку. Да, они туда идут. Они там будут. А? Они там будут. Кто? Уник? Уники, да, они уже там. Слава богу, что их прикрывает бейт. Все в порядке. Все в порядке. Все команды вздохнули спокойно. Именно так, именно так. А у нас, друзья, следующее противостояние будет намного более интригующим. У нас две европейские команды. Это Мэтт Голлимс, новообразовавшийся с Фатой, и 33-м против команды на IP. Продолжение следует...